А прежде чем мы начнем обзор, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании, там вы найдете много интересного по слесарному ремонту и не только. Все, рацию на 10 минут выключу. Надеюсь, меня услышали. Добрый день, Техцентр ОМЗАП, филиал Долгопрудный. Как всегда, покажем и расскажем, что у нас сегодня в работе. Киа Оптима, мотор G4NA, традиционный стук из двигателя, задиры, будем снимать, разбирать, дефектовать, гильзовать. За ним стоит Киа Бонго 3. Притащили сегодня на жесткой сцепке. Тащил его, кстати сказать, Киа Спортыш, дизельный с двухлитровым мотором. Вот в таком состоянии нам периодически прибывают агрегаты. То есть, видно, он долго стоял. Чего-то не хватает там. И чего-то там не хватает. Можно сюда пройти. Тут и в салоне тоже чего-то не хватает. Понятно, здесь масса сюрпризов у нас будет ожидать по-любому при ремонте, да. Вот в такой комплектации он прибыл. Смотри. Видишь? Качественно, да. Заднимоторный задний. Да, да, да. Он уже прибыл к нам без двигателя. То есть, обратились к тем, чтобы установить вот этот мотор, коробку, часть выхлопной системы и попробовать оживить этого монстра. В принципе, машина неплохая, когда она рабочая на ходу, да, полноприводная, высокая. Шины тоже, видишь, уставшие совсем. Долго она стояла. А вот это в нашу компанию приобрели такой автомобиль. Скоро сюда будет установлена платформа. Будет у нас свой эвакуатор. Далее. Здесь Kia Mahave. Гидроблок находится на проверке. Происходят пинки при переключении передач. Ну и... Это достаточно редкое явление, да, неисправность коробки на Mahave. Да, да, редко. Согласен. Kia Ceed. Здесь мы будем ремонтировать ходовую часть, проверять зазоры, тепловые зазоры в клапанах, да. То, что стуки есть, особенно на холодной проявляется, потом становится тише. Цилиндр окзодиров не обнаружено пока что. Далее. Kia Carnival. Он у нас уже несколько недель стоит здесь. Производится капремонт двигателя. Все в процессе. Двигатель, напомним, что это у нас? HE. HE, да. D4 HE. Hyundai Santa Fe. Также здесь капремонт двигателя выполняется. Тот же самый HE. Еще один Mahave. И, кстати говоря, что? Гидроблок тоже находится на проверке. То есть, в принципе, надежные коробки. Проблем особо не бывает. Но в последнее время, буквально последний месяц-полтора, может быть, так совпало, но это уже, наверное, третий автомобиль, который обращается с проблемой по АКПП. Самый крайний у нас стоит Kia Sportage. Произвели капремонт двигателя. Автомобиль готов. Ждем, когда его заберут. Следующий это Kia Sorento. Там мы меняли тормозные трубки, они сгнили. Была течь сальника коленвала заднего. Заменили. Осталось заменить прокладку клапанной крышки. Шайбы под форсунками, естественно. Ну и, в принципе, все. И будем отдавать. Потом у нас Porter стоит. Двигатель 2.5 D4CB. Евро четвертый. Выполняли капремонт мотору. Также готов. Ждем, когда пройдет оплата по безналу. И отдаем. Следующий Porter. Также у нас капремонт двигателя. Двигатель разобрали. Повреждения катастрофические. В том числе прокрутило вкладыши коренные в блоке. Владелец не готов восстанавливать. Ищет БУ двигатель. Далее. Kia Carnival. У нас уже более месяца находится. Также двигатель разобрали. Все в очень печальном состоянии. И восстанавливать его очень дорого. Там, наверное, более 500 тысяч выйдет. Соответственно, владелец также ищет контрактный мотор. Далее. Туксон выполняли техническое обслуживание. Устраняли некоторые течи масла. По двигателю были. И поменяли тормозные трубы, которые идут на задний контур. Они сгнили. Hyundai Starx готов. Ждем, когда заберут. Далее Grand Starx также сняли мотор. Та же история, что и на портре прокрутила коренные вкладыши. Ждем решения от владельца, что будем все-таки восстанавливать его мотор. Либо будет искать БУ. Привезли его на эвакуаторе. Вообще клиент обратился в стороннюю организацию отремонтировать трубину. Там ребята ему, конечно же, трубину отремонтировали. А перед установкой замерили давление масла двигателя. На холодное давление масла там оказалось менее чем 1 бар. А на полностью прогретом двигателе порядка 1,2-1,3. Ну, сняли поддом, там увидели все, что и предполагали. Вкладыши, то есть. Саньонг заблудился. Жаль, не им в лесу. Попал все-таки к нам. Здесь мы удаляем свечи накала. Ну что, отдать должное. Владелец готовит сани летом. Готовится к зиме. Вот уже, наверное, вторую неделю мы высверливаем. Причем приехали, они уже пытались высверлить сами. Сломали метчик в самой свечи накала. Что усложняет ремонт. Ну и ремонт становится более дорогим и более долгим. Гранд Старакс у нас стоит без в головке. Здесь были газы в системе охлаждения. Головку сняли. Головку мы уже опрессовали, фрезернули. У себя в токарном цеху. Все запланировано на завтра на установку головки. Итого ремонт по данному автомобилю займет два дня. Ну, в принципе, достаточно быстро. Тупсон. Судя по инструменту, это лучшие друзья на сегодня. Никиты и этого автомобиля. Задняя подвеска. Закисли болты. Вырезаем, меняем сайлентблоки. Также меняем амортизаторы по кругу. Делаем сход-развал и отпускаем. Счастливое плавание. Портер 2. А, рейку еще меняли. Вот на Токсоне, да. Заменили рейку. На Портер 2 мы выполняем большое техническое обслуживание. Меняем все жидкости, все масла, которые имеются на автомобиле. Небольшой ремонт кодовой будет. Передний амортизатор заменим. И наиболее, наверное, дорогостоящая и трудозатратная по времени. Это радиатор отопителя салона будем менять. Будем снимать торпедов. Гранд Старик здесь устанавливаем ГБЦ. Также газы были в системе. Кео Оптима. Выполняем техническое обслуживание. И диагностику ходовой. По диагностике ходовой вы вышли из строя и из чата. Отовсюду, откуда можно. Задние тормозные колодки. Ферадо стерто в ноль. И тормоза работают металл по металлу. На согласовании. Hyundai Santa Fe. Большое обслуживание. Здесь обслуживаем муфту полного привода. Лицевое соединение. Прокладку клапанной крышки. Меняем. Ну, также масла, фильтра. Здесь Santa Fe у нас на диагностике находится. Слышаны небольшие стуки в верхней части двигателя. И также при разгоне идет вибрация по кузову. Здесь меняем радиатор отопителя салона. Опять же, со снятием торпеды. Достаточно трудоемкий процесс. Kia Sorento. Рулевая рейка находится в ремонте. Ждем ее возвращения. Сегодня вечером обещали вернуть. Sonata приехала своим ходом. Двигатель на горячую не запускается. Разбираемся. Вот так выглядит этот двигатель. Визуально он, конечно, достаточно уставший. Пробег на автомобиле более 350 тысяч километров. Sorento Prime. Выполняем обслуживание муфты полного привода. Шлицевое соединение. Что еще, Макс? А, и коллектор мы почистили, да, уже? Почистили коллектор. Следующий Kia Sorento. Похожее мероприятие выполнили. Обслужили шлицы. Обслужили муфту полного привода. Что еще? А, и вот еще одна Sorento. Работы были выполнены аналогичные. Обслуживание полного привода. Ну, на этом, наверное, все. Все, до новых встреч. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok